рецепт шоколадного крема домашнего приготовления а теперь я вам покажу тетрадку Рафаэля все женятся? дети у меня тут уборкой занимаются привет всем мои хорошие так, ну что у нас сегодня будет рецепт шоколадного крема домашнего приготовления мне Арно очень захотел почему-то шоколадный крем, но я так стараюсь все это дело не покупать и решила сделать сама вот, с утра пораньше из-за этого мне показывают так, нам для этого нужно 70 грамм орешков фундука у меня, слава богу, оказалось это счастье дома, потому что я же делаю постоянно молоко из орехов из-за всяких, так что из-за этого у меня всегда это добро есть дома так что 70 грамм 120 грамм сахара у меня сахар не белый белый сахар я уже давно не покупаю у меня сахар обычный такой нерафинированный так по-моему так что 120 грамм 80 грамм масла кокосовое вот покажу вам его вот оно кокосовое масло 30 грамм шоколадной пудры не шоколадная пудра, как его называется какао у меня не оказалось какао дома чистого так что взяла детский такой шоколадный напиток посмотрим что получится 30 грамм и еще нужно было эссенцию ванильную так же у меня не оказалось это взяла и ванильный сахар будет так же пахнуть вот и щепотка соли где я положила соль-то свою вот и щепоточка соли так что приступаем все будет делаться у меня в таком вот моем роботе но у вас есть блендер делайте в блендере если бы не было бы этого робота но этого комбайна я бы сделала бы конечно же в блендере точно так же одно и то же так высыпаем сахар в блендер взбиваем его взбиваем буквально 10 секунд сахар в блендере на скорости максимальной поехали ну а теперь добавляем все-все-все оставшиеся ингредиенты в блендер сахарная пудра получилась просто-напросто поехали орешки какао масло да масло кокосовое масло ванильный сахар если нет ванильной эссенции до запаха у меня в пакетике здесь всего-навсего 8 грамм и щепоточку соли и взбиваем так я сделаю 30 секунд на скорости 8 ну а вы там по своим блендерам смотрите на максимальной скорости поехали так проверяем хорошо ли все взбилось все опускаем еще раз на дно хорошо и еще раз взбиваем видите оно везде раскидалось такая смесь получилась вот она сейчас я еще раз ее перебью потому что видите оно еще не до конца хорошо перебилось надо бы еще лучше перемешать чтобы прям такая глаз ну гладкая-гладкая-гладкая-гладкая такая смесь так ну что я вернусь своему любимому блендеру все-таки потому что этот робот мне не понравился как он мне взбивает мою эту смесь какие-то кусочки оставались видите прям он не нравится мне так что я все это дело перекинула в мой блендер и буду на нем делать а что делать я больше чем уверена что на нем лучше получится так ну вот конечно с блендером мне гораздо больше понравилась смесь прям хорошо перебилась перемешалась вся такая прям стала жиденькая ну прям видно что перебитая хорошо вот так что такой будет наш шоколадный крем сейчас я в холодильничке такой конечно нужно хранить в холодильнике потому что он не проварен и ничего он просто-напросто перебитый просто перемешиваем ингредиенты вместе и все вот так что всем приятного завтрака все-таки так дело все-таки на завтрак правильно или может быть кому-то на десерт так ну что сегодня я вам покажу на весь мой и завтрак и обед и не знаю будет ли ужин ну короче говоря продолжаем так теперь у нас готовится у меня готовится точнее лук-порей я буду делать лук-порей такой вот лучок-порей лук-порей взял замороженный с моего огорода его нарезала зеленую часть я убрала на суп а белую часть я оставила именно для таких вот блюд что я буду делать так как я буду готовить сегодня рыбку красную еще не разморозилась то я буду готовить и рис и естественно гарнирчик такой к рису лук-порей со сметанкой что я делаю я обжариваю но я же говорю так же можно ведь я сделала в своем в этом компании но можно делать раньше делала в моей мультиварке и на сковородке это у кого что есть просто-напросто обжариваем лучок один лук взяли обжарили обычный лук блин сейчас не могу открыть шумку обжарили немножечко слегка потом добавляем лук-порей нарезанный колечками вот ну такими вот кольцами нарезанный господи видно видно афу ты что ищешь ты все прочитал как следует так вываливаем я здесь вот например в этом пакете 400 грамм все-таки выкладываем так вот выкладываем наш лучок пари и готовим продолжаем жарить минут 15 помешивая периодически так ну что показала я вам тетрадку Алисы видео а теперь я вам покажу тетрадку Рафаэля вот последние где вот у нас последние давайте с февраля начнем так с февраля у него оценочки 17 в этих классах арафаль что это говорит почему это 17 а это 3 это хорошая оценка это плохая 3 ошибки у тебя а окей и 17 это что а 17 правильно а 17 слов и 17 и 3 ошибки у него ну а ты оценка очень хорошо видать как он мне пишет 5 не в ту сторону хоть мы тренируемся на регулярно у него пятерку таким вот образом выходит 7 и 3 7, 3 и 5 все времена не в ту сторону здесь нормально сейчас увидите где-то у него есть вот тройка видите в другую сторону пошла тоже очень хорошие оценки очень хорошо очень хорошо очень хорошо А здесь какая-то не очень хорошо Что-то он здесь у меня перепутал Много ошибок, видимо Здесь все хорошо Ой, здесь кое-как написано По саблю типа проходит Здесь хорошо Не знаю, почему хорошо, хотя все красное Здесь хорошие оценки Он тоже троечку опять не в ту сторону написал Так, здесь Хорошо, очень хорошо Здесь тоже все хорошо У него оценки Вот не найду где-то у него себе Вот опять не в ту сторону написал Хотя мы и тренируемся постоянно Но не знаю, почему так Тоже очень хорошие оценки Точно так же По саблю кое-как проходит Что-то он мне тут начертил, но я напробовал Не то Так, из 13 слов Только две ошибки Это диктант у них Здесь тоже все хорошо Но диктанты мы каждый день работаем Дома очень много Тренируемся слова писать Так что из-за этого я не переживала Пол диктанта Так, что это? А здесь цифры Тоже 200 Не, нормально все здесь Нормально, нормально А здесь что-то не то Видимо, а, экритер, правописание Что-то ему не понравилось Правописание преподавателю Некрасиво написал Из 20 слов 5 ошибок Ну чудо Здесь вроде все хорошие оценки Требья, требья Хороший, хороший, очень хороший Ну а здесь он ошибся Вместо того, чтобы 10 добавлять Он добавляет по единичке Мы его исправили Здесь точно так же Вместо того, чтобы 100 добавлять Он добавлял по единичке Не дослушал, чудо мое Здесь правильный ответ Но он только не написал, как он рассчитал Вот так вот Так что у Рафаэля тоже неплохие оценки Ну как обычно Каждый, любой обычный ребенок Ой, а что-то он тут припел целую тетрадку Здесь он тоже что-то Ой, ну здесь вообще он что-то был Несконцентрированный, по-моему Ай-яй-яй Так, это мы исправим с ним Сейчас проработаем Сейчас-то дело проработаем с ним Вот видите, тройка назад Не в ту сторону Где-то у него семерку Он туда писал Семерка где-то была у него А вот, нет, семерка нормально Где же я видела семерку? Не в ту сторону нарисована Ладно, не важно Короче говоря Я думаю, что Рафаэль, как и Алиса Как и все дети Обычные ученики Все у них, все нормально Не супер-супер-супер гении Это мне не нужно дома Не хочу супер-гения в дом Боже, меня упаси Потом детям мучиться Страдает из-за этого Это только наш такой Мне кажется, мы хотим всех гениев детей Все мамочки Все папочки Но не думаем о ребенке Правильно? У меня ребенок самый обычный И Алиса, и Рафаэль Никита не гений Главное, учатся Главное, понимают Знают, о чем они работают Остальное все Нам это не нужно Главное, чтобы ребенок учился И получал удовольствие Вот, все Девочки и мальчики Я продолжаю дальше работать Готовить мой гусь пари Так, лучок у меня Видите, прожарился немножечко Я, наверное, еще добавлю Я люблю, когда он прям Хорошо-хорошо прожаренный Еще пожарим Минут 15, наверное На сковородке он быстрее жарится Чем в этом вот комбайне Так, ну что Я еще раз потушила немножечко Теперь добавляю Сметанку Специи Сметана у меня 3 столовые ложки Специи Кюма-кюма Как всегда, ну разные специи На свой вкус, скажем, добавляет И опять Тушим еще минут Ну 5, наверное Ну что, готово Мое, видите, блюдо из лука-порея Такой, как бы, будет гарнирчик Небольшой Рис Сейчас у меня вон там вот варится Я поставила корзину с рисом Сюда вовнутрь Здесь у меня рыбка Будет на пару вариться Вот два кусочка здесь Два кусочка здесь Красная рыбка Что я делаю Немножко лимонного сока Вот такой обычный Покупаю я Папшик Ну давай, немножко Лимонного сока Соли Укропчик У меня укропчик С моего огорода Засушенный Соль, укропчик А еще оливковое масло Чуть-чуть Совершаю на сверху И отправляю Все это дело вариться Оп 15 минут И рис И рыбка Посмотрим, что получится Первый раз я так делаю Вместе готовлю Так что сейчас делаем Так, по 15 минут Все, мы пошли готовиться Время на сколько? 53 минуты К разу 12.30 Все будет готово Будем обедать Так, ну пока мама кушать готова Это папа мой Хозяин тут Мне тепличку делает Умничка мой какой Ой Ну не радуйся На моего мужичка Красотень Лапота Лапота Молодец, папулька Вот такая у меня тепличка Здесь как раз И от ветра защищено Никуда на Аааа Ее прямо Арно прикрутил Он к дереву Шикарно Шикарно Так что могу я выносить Свои растения Вот сюда И ставить их расти Класс Соженяются?! Я Арно говорю Ну дай вторую купить Здесь поставить На моем маке Боже мой, пока мама с папой там в благороде ковыряются. Дети у меня тут уборкой занимаются. Да ты ж, моя умничка, подметают. Порядки маме с папой наводят. Мои помощники. Умнички мои, хозяева. Боже мой, умнички. Спасибо большое, мои сладкие. Молодцы, молодцы. Боже мой, ну что, что за дети такие? Так плохо воспитанные. Что они мне воспитывают? И пылесос тебе делают, и подметают. Нашли пылесос в моем ателье, и теперь еще и пылесосят. Умнички мои, хозяева мои. Солнышки мои. Какие они смешные. Они даже вон собрали всю кучу обувь, чтобы здесь попылесосить. Господи, боже ты мой. И как тебе на них не радоваться? Котята. Мои котята. Так, ну что, наше блюдо готово. А мы все еще в пижаме. С этим пижаме. Сегодня у нас выходной, бог с ним, остаемся таким вот образом. Кушаем им в пижаме и все. Так, у нас что, рыбка. Детка, график, 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 все вместе кушаем. Не только одну рыбку. У нас рыбка. Вот, кстати, покажу мою тарелочку. Рыбка с лукопореем. Получается приправочка такая, что готовили. И рис. Вот, так что всем приятного аппетита. Детки, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Умнички мои. Приятного аппетита, папулечка. Ммм, папульке нравится вкуснятищина. Умнички. Вот, молодец, Алиса, все мешаешь. Молодец. Умничка. Раф, нож не облизываем. А язык порежешь. Всем приятного аппетита. Ну-ка, иди, иди, ищи, смотри. Мы пришли. Здесь собирают яйца дети. И Алиска иныщет красные яйца. Только красные. Нашла? Там мэри организует наш, получается, где беневоль. Лантер, точнее, да, беневоль. Вот они организуют, как бы, видите, надо найти яйца, чтобы собрать. Шесть яиц. Чтобы найти шесть яиц, и потом получить, по-моему, зайчика. Алиска, я за тобой не успеваю, бегаешь. Матрешка. Смотри, вон, люди взрослые. Посмотри, скажи, сделай ку-ку людям. Алис. Алис, фери ку-ку, лежон, на регионе персонажей. Это мы в этом саду этого... Господи, дома престарелых. Продолжай, продолжай, мы там дальше есть. Нашла, молодец. Ну-ка, ищи, ищи. Вон, смотри, Алис, вон красная. Смотри, вон, вон, вон. Пошли менять. Пойдем, пойдем. Так, мы и Рафика нашли уже, а то потеряли Рафаэля. Боже, моя мать, бегает. Вместе с детьми. Нашел? Смотри. Нет, это не тот же. Покажи, какой у тебя. Тенда темный. Пойдем дальше искать. Вон там, посмотри, вон там, Рафаэля. Смотри, я вижу отсюда. У нас есть друзья, которые там находятся. И дети. И они хотят, Алис. Такой у нас дом престарелых. Такой классный парк. Я считаю, что правильно делают, что организовывают. С детей, получается, собирать яйца. И старички сидят перед окнами, наблюдают. Считаю, шикарная идея. Как бы молодежь увидеть. Ну что, нашли дальше или нет? Сколько тебе осталось? Два? Один? Еще одно яйцо. Пойдем дальше искать. Оставь его! Ай-яй-яй, Алиса, оставь брата искать. Все, пошли обменивать? Да. Пошли. Покажись, Алиса, какая ты красавица. Кошечка у нас. Няу-кошечка. Мяу-кошечка. Настоящий котенок. Прям вся полосатая. Красотулечка мамина. Рафаэль не захотел делать макияж. А Алиса... Кошечка моя. Мяу-кошечка. Кисечка моя. Все, пошли дальше? Рафаэль, нельзя так. Ну что, мои хорошие, день закончился. Мои уже все в кровати, все спят. А у меня еще работы по самые-самые не хочу. Ой, торт надо готовить. Завтра сыночку 8 лет. Так что все, я всех целую, всех обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok